Третья новая. При этом адвокаты выдвигали очень грамотные аргументы, особенно Волкова. Если бы у нас был справедливый суд и на нем выступила Волкова, то Катя Самуцевича точно бы отрестили. Виолетта молодец, конечно. Да, она молодец. Ну и другие адвокаты, тоже и Фегин, и Полозов, тоже они привели грамотные аргументы. Ну, естественно, на суд это не подействовало. Единственное ходатайство, которое было удовлетворено за все заседание, это ходатайство Катя Самуцевича о предоставлении ей копии протокола судебного заседания. Очень, очень, очень существенно, да. Да, но вот тем не менее, это... А, Маша Алёхина, да-да-да, точно. Вот, ну, надо сказать, что все задержанные выглядят достаточно неплохо, держатся бодро, уверенно. Маша Алёхина держится, я бы сказала, дерзко. Почему Маша Алёхина? Дерзко держится, говорю. Дерзко даже? Да, да. Ну да, то есть... Чем она... Цветочки отдать не удалось? Нет, это запрещено. Удалось показать. А? Ну, я показала, помахала ими, да, всем троим задержанным. В общем, ну, видно, что они никак, скажем так, не собираются... Каяться, каяться? Ну, даже не каяться, а как-то пугаться или отчаиваться от того, что вот это происходит с ними. И вот это очень, очень было приятно, конечно, видеть, что они держатся молодцом все три девушки. Ну, сказали, что пили? Да, да, конечно, говорили. Они всем говорят большое спасибо. Они, видимо... Ну, не видимо, а я надеюсь, что наша заслуга какая-то только в этом есть, что они вот так чувствуют себя бодро. Потому что, конечно, поддержка людей им очень важна. И вот вас всех, кто пришел, они же все это знают все равно. И поэтому это им помогает очень сильно. Скажите, пожалуйста, а что за закон, вот, меняют им, какой закон хулиганства? А что это за хулиганство такое? Нарушение общественного порядка. Нарушение этого хулиганства, во что они входят? Вот это дословно звучит так. Нарушение общественного порядка, связанное с разжиганием ненависти или вражды по религиозным, политическим и прочим идеологическим мотивам. Ничего не разожгли, никакого. Вот в том и дело, что ничего не разожгли, но тем не менее, почему-то никакого разжигания не было. И было две экспертизы, которые не признали, не нашли там разжигания. Не признали, вот они не признали. Мы не знаем, может быть и... Афтеральный аструктуру сливных приставов. А, нет, понятно. Это же ФССП. Да, очень быстро, тихо. Такое ощущение, что она хочет скорее это проговорить и забыть. И дай бог кто-нибудь услышит и расслышит вообще, что она там говорит. Ну, это новая судья, новая? Да, это третий судья, насколько я в курсе, да. Ну да, а одной не выдержит. Ну, я не помню, как фамилия. А, ну, я не помню, как фамилия, как-то. Сейчас скажу. Ну, скажем так, она распавила слова судьи. Вот, она комментировала некоторые действия. Когда судьи заканчивала зачисток восстановления, Алёхина пыталась общаться с товарищем, которые стояли в клетке, где её держали. Вот, и охранники даже сделали замечание за это, но она тем не менее не умолвала и продолжала общаться. Вот, и судьи уже в конце никто не слушался, слушали, Машу Алёхину был. Вопрос о фото-видеосъемке как-то решался там? Были когда-то и субботу? Во время судебного ожидания. Что там позволяли хоть фото, хоть видео, да. Коновалова Наталья Владимировна судья была на этот раз. Оно где-нибудь с их стороны, в судейской было записи? Да, да, собирали. Давно уже собрали 2700 подписей. Их передали в канцелярию там, или как это называется у них, заведение. Но никакого ответа даже не было. Там издали такую толстую книжку, такой толщины примерно, где все эти подписи отпечатаны на бумаге и передали вот в патриархию. И вот с тех пор никакого ответа, сколько, уже 2 месяца, 3 месяца прошло. Ну, от Гудяева что может давить? От Гудяева? Ну, им, видимо, ничего абсолютно ответить на эту просьбу, потому что они понимают, что любой ответ, кроме снятия обвинений, кроме вот именно того, чтобы пойти и забрать заявление из прокуратуры, он будет расцениваться как просто какой-то очередной, да, очередной какой-то идиотический поступок, поэтому они ничего не могут... Что-что? А, подал? Нет, насколько я знаю, это есть такая организация, как-то она называется Русский народный собор или что-то такое. Да, человек приходили. Вот, они приходили сюда, да, в том числе. Классом тут обливались или что-то такое делали. В общем, вот один из представителей этого собора, он, собственно, обращался в прокуратуру, и вот с этого все момента и закрутилось. Вот, и помимо его, ну и по делу, пострадавшей стороной, в общем, является вот этот товарищ, который подал заявление, который испытал глубокие моральные страдания. Потом еще охранник и свечница. Вот эти трое человек, трое людей, они являются потерпевшими по этому делу, и вот главная проблема их, то есть они испытали огромнейшее, просто тяжелейшее моральное потрясение. Вот это основание для того, чтобы держать тюрьме. Да, видимо, ну, они не обращались, по крайней мере, почему-то за экспертизой, чтобы определить, насколько тяжелые были моральные страдания. Но, тем не менее, вот это главное, скажем, деяние, которое девушки совершили, это вот нанесли тяжелейшую травму, моральную, да, с твоим присутствием в храме. Голубоко верующим, очень голубоко. И поэтому считает у нас судья, что вот на этих основаниях девушки должны сидеть четвертый месяц уже. То есть, видимо, там пребывание в СИЗО травмой не является, наверное, бойковым... И более семь лет. Думаю, до семи лет. Думаю, до семи лет, да, да. Кошмар какой-то, ужас. Что? Если это будет продолжаться, да, неизвестно, что будет дальше происходить, потому что это абсолютный абсурд, и никак не объяснить, кроме... Я вообще считаю, что это фактически такие завуалированные пытки, на самом деле. То есть, девушкам принимаются пытки. Но я надеюсь, все-таки не так, но я имею в виду тот факт, что и держат, пытаются выбить из них показания и признание. И за что в тюрьме, да. Это тоже моральные унижения. Да, да, да. Покрепче, да. И, по сути, получается, что власти просто вот занимаются пытками такими современными. Девушек пытаются. За то, что они высказали позицию, за то, что кого-то там обидят. Ребята, я очень прошу, не обращайте на них внимания. Там еще один такой же стоит. Они какие-то провокации. Не комментируйте. Не комментируйте. Не комментируйте. Это провокации. Я вопрос могу задать. Нет, я не могу задать. Это, видимо, лучше у них спросить. Да, но тем, кто посчитал себя оскорбленными, они уже принесли извинения и сделали это публично. А через адвокатов своих они высказали. И через письма, которые они пишут оттуда, они это удождали. Специально, видимо, для вас. Допустим, если... Нет, смотрите. Суды меняют. Если... Суды меняют. Вот, видимо, потому что... Ну, они, естественно, это никак не объясняют. Но я думаю, что это говорит как раз о том, что вот... Ну, чтобы судья... Один и то же, что судья, чтобы не занимался вот такой ерундой постоянно, то они вот дают каждому возможность заниматься. Ну, а люди же имеют право, допустим, если у них кто-то в полу не пройдет. Я не позволю в своем народе осквернять, пославляясь. Я не позволю в моем городе осквернять и ты, моего народа. На этом шарике был переверзный крест крестом. Я никому не позволю осквернять крест крестом на моей земле. Я никому не позволю. Я никому не позволю. Мы не позволим, чтобы Крест вообще не курился. Это иконы Христа, смотри. Это у тебя, богопульника. Мы не позволим, чтобы в нашей земле православные святыни. Послание к Реакову, мы не позволим. Зачем участвовать? О, булькет, Крест Вкурова курил. Мы не позволим. У меня бьют за правду Крестову. Я православный не съем, меня бьют. Отойдите от него, не трогайте. Меня бьют за правду Крестову. Отойдите от него, не трогайте. Москва не садом. Я не позволю, чтобы мы не перейдем. я не знаю интересно а им за повреждения что дают а иконы какие то крутые если на 6 айпады а иконы да провокатор 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 это у тебя не в будущем я не позволю никому ты кто такой 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 хотим пускай за ограждение сюда тебе нечем что ли да нет 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 ищение даже радости нет нет Я думал, вообще, ну, хотя бы что-то из провокатов. Кого-то из них свинтили все-таки? Нет, нет, они свинтили человека. Я одного ее не взял. Иди, твой наставник, я тебя жду. Чего-то, что-то, 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 что-то отбирают женщин. А и он провокат. Если я реагировал на ваши провокации, тут уже побольше было. Парень молодец, по-тихрухам, а? Женщины, вы, вам скоро на кладбище. Вам в сердце надо молиться, грехи замаливают. Бабуля, я в ухо больше моего, а? А мне 72 года. Вам, вам надо каяться. Ты в ухо больше моего, а? Ты в ухо больше моего, а? Ты побегал бы хоть бы, а? Ну, ты посмотри. А, со всех сторон. Вам каяться в грехах надо. Со всех сторон, в грехах. Хорошо питаюсь. А тут тоже. А меня жена кормит хорошо. Ты женщина переодетая, а? Нет, это не я. Ну, серьезно? Ну, смотри, здесь углубления. Вы, вы каяться будете в грехах, бабуль? Вы на кладбище скоро отправитесь. Переодетая женщина. Вы умереть можете в любой момент. Это пожилой человек. Чего ты хамишься? Почему? А почему хамлю? Она так себя ведет? Не хамлю. Она старше тебя в два раза в три. И что? А ведет себя? Ты стоишь хамишь. А ведет себя как это? Ты как ты себя ведет? Вы себя ведете? Я как мужик. Да ладно. Я отношу 97% населения. А ты к 3% населения. Верующий. Ну, потому что верующий человек. За толпой пойдем? За толпой пойдем. За толпой пойдем. За толпой пойдем. За толпой пойдем. Что за толпой? Русского народа верующий. Остальные 97% неверующие. А сколько надо дорожить, чтобы тесто поднялось? Ух ты! Чепотка! Так уже тысячи летит. Вот ради этих трех процентов и существует этот государство. Мир науки, который прогрессирует. Науку верить. Такой спиралью. Ты хочешь нас вернуть в Средневековье, что ли? а вот давайте форума а вот так вот вы в науку знаете я в науку верю давайте закон сохранения энергии знаете вы не знаете ничего венуть средневековый не хочет венуть средневековый не хочет за фигуру своей после побега по буеракам девочек вывезли с той стороны с этим народом нас наебали расходимся ну а девочку уже увезли будем дожидаться ползла и так далее с адвокатом да, мы граждане, уходите на просьбу идите в руках и на себя сердце девушки какие приходи в России нет, чтобы я сюда пришел миллион долларов девушки какие красивые приходи, пополни попросить выполнение клоуновой взрыва я приобретаю я приобретаю